Ульяновское отдельное гвардейское десантно-штурмовое соединение не первый раз участвует в учениях совместно с военными из Белоруссии. Учения проходят на нескольких площадках, полигонах и аэродромах. На полигоне Мулино в Нижегородской области подразделения беспилотных летательных аппаратов отработали задачу по поиску скрытых объектов условного противника. Военные должны были определить точные координаты расположения противника. Также ульяновские десантники представили в действии новое легкое специальное транспортное средство огневой поддержки «Сармат-2». Автомобиль может преодолевать горные перевалы и транспортироваться по воздуху вертолетами армейской авиации. Легкое специальное транспортное средство «Сармат-2» предназначено для монтажа различного вооружения, перевозки, личного состава в количестве четырех человек. Автомобиль капотной компоновки с колесной формулой 4х4 с межколесным и межосевым дифференциалом. А на аэродроме «Саваслейка» в Нижегородской области ульяновские военные отрабатывали беспрошутное десантирование с использованием канатов и спусковых устройств из вертолетов армейской авиации, а также посадочным способом. Учение проходит раз в два года. Главная их цель – проверка готовности и способности органов военного управления сил двух государств к совместным действиям. Это и обеспечение военной безопасности, и отражение агрессии против союзного государства, и обмен практиками между военнослужащими. Всего к участию привлечены около 200 тысяч человек.